Казахстанский состав в Казахстане не так часто обновляется, да? То есть у нас есть из девушек, у нас в принципе одни и те же актрисы, да? То есть и вот из новеньких, наверное, только Леати или Борисова, да? Там до этого была Карл Гаш Мухаммеджанова и Асель Сагатова, да? Асель Сагатова практически во всех фильмах снимается, да, у нас, в наших казахстанских. Почему, как ты думаешь, там, из мальчиков, да, из парней, молодых, из молодых ребят у нас, по-моему, только Салхан Тулепов, да? Почему так мало актеров, я думаю, что желающих сниматься в кино в казахстанском гораздо больше? Что неужели так сложно пробиться? Здесь даже пробиваться не надо. У нас не такая структура, чтобы как будто платить взятки или пытаться всеми правдами и неправдами, наоборот. Я знаю даже следующее, что когда снимается кино и не могут подобрать определенного актера, они делают кастинги везде, абсолютно. Поднимают все кастинг-агентства, делают пробы, но, к сожалению, почему-то для них сама актерская игра им не позволяет взять того или иного неизвестного человека. Потому что не готовы еще. Я бы посоветовал бы, наверное, Академиям искусств или другим иным школам, которые тренируют актеров, более серьезно подойти, целенаправленно. Не просто готовить кого-то для чего-то, а именно готовить человека для кино. Даже сейчас я столкнулся с проблемой, в одной из недавних картин не могли найти главную героиню. Перепробовали всех. Даже ходили, искали просто на улицах. Приводили на кастинг, смотрели, не подходит. Ну, в основном, мне кажется, что девчонки, наверное, приходят с внешностью, да? Но мало кто учится. Даже те, кто учится, у них блеск в глазах только от света сапфитов. Вот и все. Больше, я думаю, надо читать, больше смотреть вокруг. И работать над собой. Обогащать свой внутренний мир. Потому что он всегда виден на экране. И даже когда ты разговариваешь с продюсером или режиссером, тебе задают какие-то вопросы, на которые ты не можешь ответить, но они элементарные. И тогда режиссер понимает, что дальше мы не можем просто даже поговорить с человеком. Давай поговорим о личном. О твоей личной жизни. Я знаю, что ты очень преданный парень. У тебя уже несколько лет очень прочные отношения, да, с одной девушкой. Я помню ее еще со времен Ека Желдыза. То есть ты до сих пор встречаешься с той же девушкой. Да. Сколько лет уже прошло? Наверное, три года. Я думаю, даже четыре. Тебе виднее. Ну да, учитывая, когда мы снимались, я думаю, что четыре года уже прошло. Для актера это редкое качество? Да, это очень редкое качество. И, наверное, хочется сломать стереотип актера, который все время гуляет, все время где-то на вечеринках и все время с новой спутницей жизни. Хочется сломать этот стереотип. Ну, тебе просто хочется сломать стереотипы или у тебя просто характер такой? Наверное, и то, и другое. Приятность полезна. То есть ты не ходишь на светские тусовки? Нет, ну почему? Я хожу, ну не на все. На те, которые мне могут показаться интересными. Стараюсь ходить со своей девушкой, если она в городе. Если нет, но с друзьями. И то, я знаю, что у всех работы, и только в таких мероприятиях мы можем встретиться, что-то обсудить, посмеяться. И потом нас опять может раскидать на год, может на два. В планах жениться? Ничего не могу сказать. Поживем, увидим. От чего это зависит? От работы. Хочу заработать. Но сегодня, на сегодняшний день ты наверняка уже имеешь свою машину, свою квартиру. Мотоцикл. Мотоцикл. Это все, что ты имеешь? Да. Но мотоцикл намного стоит дешевле, чем машина. То есть это не какое-то сверхъестественное достижение, но тем не менее, приятно иметь что-то свое. Неужели наши актеры не могут себе позволить заработать на машину? Очень сложно заработать на машину. Да и вообще, на карман не сложно, на машину сложно. Я знаю, что многие актеры, тот же самый Азамат Сатабалды, да, Сырым Кашкабаев, зарабатывают параллельно, ведя какие-то мероприятия. Спадьбы, тои, концерты, где гонорары, скажем, такие немаленькие, да? То есть ты не пробовал еще этот рынок как-то захватить? Наоборот, я его испробовал. И я вел довольно-таки крупные мероприятия, но меня это не совсем устраивает. То есть я тогда рискую потерять роль где-то в другом месте, потому что эти мероприятия, они очень изнашивают. И они бывают просто... Внезапно появляются какие-то шальные деньги, также внезапно исчезают. И как только ты к ним привыкаешь, то их уже и может и не быть. Для меня сейчас кино стоит на первом месте. Я пытаюсь ничем не рисковать, работать только в кино и добиваться успеха именно там. Конечно, могут меня осудить в том, что я не пытаюсь сделать все возможное, но я пытаюсь сделать все возможное именно в кино. А не распыляться и пытаться собрать деньги по чуть-чуть, но везде. Несколько лет назад ты учился в Нью-Йоркской академии, да, кино? Угу. Профессионального кинообразования у тебя нет? То есть в Академии Жургенова, например, там актеры ты не учился? Нет. Скажу так. Профессия актера и профессия режиссера, она довольно-таки интересная. Ее нельзя... как это же правильно сказать? То есть ей... Ее не научишь. Угу. Ты можешь дать какие-то определенные навыки, которые тебе помогут в будущем, но научить режиссуре невозможно, так же, как и научить актерство. Это зависит от твоего кругозора. Насколько внимательно ты смотришь вокруг себя. Только тогда ты сможешь стать актером или режиссером. Когда я поступал в Академию искусств на режиссера театра, там брали ребят совсем юных. Они закончили только школу, отучились в колледже. И режиссер от них даже не... Он пытался от них выдать хоть какую-то свою идею, которая там для постановки чего-то, мини-спектакля. Он, я помню, очень сильно из-за этого переживал, потому что этот человек, он только закончил школу, у него нет никакого жизненного опыта абсолютно. Он пытается показать то, что он видит. А видит он своих однокашек, видит какие-то тусовки, вот и все. То есть режиссура – это всегда опыт. Это всегда опыт. Актерство – это такой же опыт, но можно его взять искусственно. Ты его можешь подсмотреть откуда-то. Тем это и легче. Для меня это сейчас легче. А как ты вживаешься в роль? По-разному, зависит от роли. Если это какая-то специфическая роль в плане, нужно играть какого-то научного деятеля, то я пытаюсь или поработать там какое-то время, или разговаривать с этими людьми как можно чаще. Если это больше психологическая роль, то, конечно, расписать обязательно человека по косточкам. Смотреть, кто он, интроверт, экстраверт, что его беспокоит, чего он боится, его фобия. И тогда уже потихонечку пытаться это все собрать воедино. На сегодняшний день, имея вот ролями, которые ты уже сыграл, да, ты гордишься? Сказ о «Розовом зайце» он занимает пока, наверное, наивысшую ступень. Хотя роль там у тебя была такая незначительная. Ну, не незначительная, она была не главная и не самая моя приятная роль, но она была самой яркой, пока остается. То есть по ней тебя узнают? Да. А кого хотелось бы сыграть? Всех, абсолютно. Всех? Да. Все персонажи, какие существуют, наверное, Атилла, исторические персонажи, может, какие-то 80-х, 90-х годов, любого психологического персонажа, у которого есть вот именно жизнь, а не написанный текст. То есть когда тебе предлагают роль, ты читаешь сценарий, и мне интересно, с кем ты советуешься? Я сам решаю. И от многих сценариев я отказался именно потому, что я, прочитав первые 30 страниц, а это значит, что это первые 30 минут фильма, что там ничего не происходит. Да даже если в 40-й минуте что-то происходит, то значит человек уже 30 минут будет просто сидеть и скучать. Я знаю, что твой отец работает психологом, да? Он также является сценаристом и даже написал книгу «Венецианские куртизанки». «Секрет венецианской куртизанки». А, «Секрет венецианской куртизанки». То есть, по-моему, эта книга стала бестселлером. Да. Я знаю, что ты единственный ребенок в семье, и я думаю, что ты, наверное, не случайно стал актером, да? А сегодняшний твой успех во многом благодаря твоим родителям. Да. Вообще, мой приход в сферу искусств, это, наверное, был предложен моей мамой, сидя на кухне. Когда я закончил учиться на экономиста, получил свой диплом бакалавра, закончил работу в банке, и она мне предложила, ты же хотел стать человеком искусства. Иди уже, хватит. Ты получил диплом, можешь идти делать все, что хочешь. И я пошел. И вот с тех пор, я до сих пор иду по этому пути. Но сейчас родители тебя не пытаются свернуть с этого пути? Наоборот. Наоборот, пытаются помочь как только могут. Папа предлагает какие-то свои идеи, так как он очень хорошо разбирается в кино. Он посмотрел, наверное, все фильмы, какие существуют на сегодняшний день вообще на этой земле. И у него очень интересный сценарий, который, я надеюсь, когда-нибудь я воплощу уже в полный метр. Сегодня ты живешь с родителями? Да, я живу с мамой. То есть самостоятельной жизни у тебя еще такой нет, да? Скажем. Ты не видишь образ жизни, там, холостяка. Я очень часто на работе, и домой я, наверное, прихожу только поспать. И очень часто в разъездах, как сейчас, к примеру. И я не могу сказать, что я домашний, но дом для меня это святое. Это моя подзарядка. Я не могу быть долго от дома. Мне всегда нужно прийти домой, полежать, и тогда я наполняюсь новой энергией для новых открытий. То есть, получается, весь твой год расписан заранее? Нет, наоборот. Я не знаю, что будет завтра. Абсолютно. То есть, бывают, да, какие-то есть определенные даты, для которых я выкраиваю специальное время. Но между ними бывают такие промежутки, что я могу и слетать и в Россию, или еще куда-то. И то есть, я могу просто путешествовать по работе или нет. И об этом никто не знает. А друзья? Твои друзья, они из киноиндустрии? Нет, не обязательно. Ну, с кем ты дружишь? Со всеми. Мне все равно, кино ли он работает, или... Ну, самые близкие друзья. Самые близкие – один из кино, второй из финансов. То есть, для меня это абсолютно не важно. А из кино кто? Макс Агбаров. Вы лучшие друзья? Ну, я так думаю. А что для тебя дружба? Дружба... То есть, ради дружбы ты смог уступить роль? Да, легко. Максим Агбаров, например? Абсолютно. Отдать главную роль? Да. О которой ты мечтал очень давно? Если я вижу, что это он. Если ты не видишь, но ты видишь, как он тоже мечтал об этом? Да, легко, конечно. То есть, ты можешь отойти? У нас, во-первых, так никогда не... Я знаю, что так никогда не встанет. Поэтому я так и говорю, да? Но в любом случае, почему нет? Это всего лишь работа. Работа кончится, а что дальше будет? Поэтому надо что-то делать. Я знаю, что он не возьмет ее. Даже если я ему предложу, он скажет, нет, брат, возьми ее ты. Но в любом случае я это сделаю, я предложу. А деньги? Деньги для тебя имеют значение? Они никогда не были на первом месте. Они всегда на втором. А что на первом? Творчество. Внутреннее успокоение. Если мне не комфортно, какие бы деньги вы ни платились бы, я, скорее всего, не пойду туда. Только если какие-то, может быть, специальные... Бывают черные дни или срочно просто необходима какая-то сумма. Такое тоже часто бывает. Но если в хорошем здравии, то я никогда не возьму за это. Когда наступают вот такие черные дни, что ты делаешь? Берешь в долг, в кредит? Кредит я взять не могу. Бывает, беру в долг. Но небольшие суммы. Я вообще не люблю брать в долг и давать в долг. Такое было один раз всего, когда я брал в долг. И то я потом очень долго себя за это ругал. Потому что, ну, брать чужие деньги и отдавать свои не есть хорошо. Ну, у тебя есть вредные привычки? Я... Как ты относишься к алкоголю, к сигаретам? Я не курю. Не пьешь? Пью, но очень редко. Какие напитки? Лиски. Лиски. А с кем ты можешь выпить лиски? С друзьями только. Больше ни с кем. Редко? Редко, но метко. И, надеюсь, последствия всегда хорошие. Ну, надеюсь, да. Не, на самом деле, я шучу. Просто бывает, что мы собираемся на дни рождения наших друзей. Только тогда. Или же я чувствую, что... Или когда, к примеру, сильно замерзаешь, 50 грамм можно пропустить виски. Ну, это, видимо, во время съемок, да? Да. Тебе всего 27 лет, и я думаю, что все равно в таком возрасте хочется отдыхать, ходить на дискотеки, путешествовать, да? То есть ты себе позволяешь такой досуг? Ну, я себя не ограничиваю. Клубы... Было время, когда я очень часто ходил в клубы, но мне это быстро надоедает. То есть там нету никакого развития. Ты пришел, ты выпил, ты потанцевал. Но тебя все узнали, все девушки в клубах. Ну, я же не ставлю себе задачу прийти в клуб, чтобы меня там узнавали. Нет. Я же прихожу, чтобы... Я вообще прихожу с друзьями, потому что им там интересно, а я прихожу с ними. Путешествовать я очень люблю. Мне очень интересно разные страны. Мне очень интересно разная кухня. Я гурман в этом плане. В любой стране, где бы я ни находился, я всегда прошу их национальное блюдо. А куда бы тебе хотелось съездить? Венгрию. Венгрия? Да. Кстати, я в последнее время очень часто слышу о Венгрии. Одна моя подруга вообще хочет жить в Будапеште. Это наши родственники, мадиары. Мне было интересно посмотреть, как они живут. Читая твой твиттер, понимаешь, что ты очень ценишь людей с чувством юмора, да? То есть не все, правда, понимают твоё чувство юмора. Но для тебя важно. Да. Сам любишь пошутить? Очень люблю. И зачастую моя шутка, она превращается или в иронию, или в сарказм. И тогда она только рождается. Я знаю, что в последнее время ты озвучил много индийских и турецких сериалов. Не сериалов, а фильмов. Ни один сериал я не озвучивал. Индийские всё-таки лучше или турецкие? Индийский был один. Тот, который показывали на экранах кинотеатров. Это был очень интересный фильм. И для меня это стало новой ступенью в озвучании. Потому что до этого я не занимался этим профессионально. Сейчас я могу сказать, что я профессиональный, как это же по-русски сказать, озвучиватель, диктор кино и телевидения. Индийское кино, оно своеобразное. Сама постановка речи у них совсем другая. И поэтому очень сложно попасть в этот липсинг, попасть ему и в его речь. У них всё самое интересное ставится в конце. Что касается турецкого... Какой известный турецкий сериал ты озвучил? Это сериал ещё, фильмы. Их очень много было. И один из интереснейших, я сейчас не вспомню, какое там варенье называлось, что-то... Инжирное варенье. Очень интересный фильм. Это был мой первый фильм, который я озвучил. И он оказался самым интересным, который я озвучил уже после. Ну вот интересно, что востребованный актёр идёт на озвучивание фильмов, да? То есть не всегда же, не все же знают, что это голос Санджара Мадеева, да? Я это не пытаюсь... Ты это делаешь для чего? Самосовершенствоваться. Это очень хорошая школа, когда ты наблюдаешь за игрой других и пытаешься понять, что они говорят, как они говорят. На этой работе сбылась моя мечта. Я озвучивал мультфильм. Озвучивал я 27 голосами. Один я озвучивал 27 персонажей разных. А как ты менял свой голос? Это было сложно. Мы озвучивали около 7 часов. К вечеру я просто хрип. Но сам мультфильм пока ещё не вышел. Он вышел только на экраны Мексики. Это мексиканский мультфильм, который должен показать в Казахстане. Но это было настолько сложно, когда три персонажа разговаривают между собой, и ты этих троих озвучиваешь именно ты. Это просто взрыв мозга. Ты разговариваешь сам с собой разными голосами. Я просто с ума сходил. Кино и телевидение, они всегда же рядом. И тебя я, кстати, не видела на нашем телевидении. Не зовёте, потому что. То есть если бы позвали, ты бы пришёл? Ну, конечно. То есть тебе хочется быть ведущим? А, ты имеешь в виду в плане ведущего? Ведущего, да. Ну, в зависимости от передачи. Ведущим новостей себя можешь представить? Нет. Пока нет. Пока нет. Да. Я не очень люблю новости, и у меня есть такое правило, моё личное. Я никогда не читаю новости и не слушаю по радио и с утра. Никогда. Почему? В них очень много негатива. В любом случае, где-то кого-то убили, где-то случилось. Это наша жизнь. Я понимаю, но я себя пытаюсь от этого ограничить хотя бы утром. Я об этом читаю днём, вечером узнаю об этом ночью, но никак не утром. Для меня это табу. Потому что ты заряжаешься именно этой негативной энергией уже с утра, и ты её распространяешь. Хочешь ты этого или нет, всё равно ты где-то как-то об этом скажешь кому-то. И мой последний вопрос. Что для тебя главное в жизни? Семья. Семья. Семья ты имеешь в виду у своих родителей? Пока да. Но я в слове семья имею в виду комфорт, уют, домашний очаг. Не только родители. То есть это непрямое значение. Главное – семья. Кроме неё ничего важнее не может быть. Деньги. Ну ладно, деньги есть, деньги нет. Главное, чтобы родные были рядом. Вот и всё. Ну что ж, спасибо большое, что пришёл ко мне. Побывал у нас в гостях, ответил на все вопросы честно, искренне. Я желаю тебе интересных ролей. Я думаю, что с таким упорцем, с которым ты идёшь к своей цели, ты обязательно добьёшься того, чего ты хотел. Спасибо вам. В нашем кино тоже можно будет зарабатывать большие деньги. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Статус-кво», и сегодня у меня в гостях был Санжар Мадиев. Всего доброго. Увидимся.